Девушки отдыхают Мы такие разные А я тебе рекомендую посмотреть Проклятие Это гениальная история Про актера Неизвестного никому Который пришел и пытается пройти Закончили рекламировать фильмы Жоры Крыжову И теперь опробка На самом деле Нечаянный это новогодний фильм Как и чуть более крупный новогодний проект Который Жора закончил снимать пару дней назад Как мы узнали это Новые елки, причем елки новые Да, елки новые Инверсивное такое название Чтобы подчеркнуть Что мы с одной стороны все те же самые елки А с другой стороны мы пытаемся Как-то по новому к этой теме подойти С новыми артистами С новыми историями Вот поэтому не новые елки А елки новые В смысле без Урганта и Светлакова Нет, нет, нет Без Урганта и Светлакова На святой не покушайся, пожалуйста Но у нас появился Дмитрий Владимирович Нагиев В елках У нас Валя Мазунина У нас Юля Александрова Елена Яковлева Данила Вахрушев То есть у нас много артистов пришло И Дмитрий Владимирович у нас попал на постер Теперь как новый хедлайнер То есть у нас теперь Она как бы эта елка не на двоих А на троих Как минимум А может быть правильнее Вот И Но там же история опять Там кто-то чудит опять Женя, у него что-то сгорело Да, ну то есть Сергей Светлаков Приходит к Урганту Классика стоит с классикой Тут от проблем Урганта и Светлакова Мы не уйдем Вот Но мы Наша задача И в общем почему меня Тимур Бекмамбетов пригласил Потому что две последние части Были скорее Мелодраматическими Чем комедийными Да, да, да Однозначно А все-таки захотелось вернуться Вот к третьей части К моей любимой Где баланс юмора И мелодрамы И лирики Как бы был соблюден Было и смешно И было где там Так сказать Почувствовать Вот эту предновогоднюю грусть Ожидание чуда А ты был в группе сценаристов Да, помимо того Что был режиссером Да, сейчас Да, да Я креативный продюсер То есть тот, кто отвечает Как раз за то Чтобы все истории В общем по тональности совпали Чтобы было смешно В том числе В том числе Да, чтобы было И мы вот Мне кажется Укрепили эту комедийную составляющую И это стало Снова Новогодней комедией Вот Ёлки новые Ну давай в двух словах В чем конфликт завязываем Что там происходит Ну Смотрите Это же шесть историй Шесть разных Да, если я сейчас буду рассказывать Мы потеряем время Давай про Урганта Нагиева и Светлакова Давайте про основных Ну История Урганта и Светлакова В том Что Женя То есть Светлаков Решает Переехать К Урганту Пожить На какое-то время Говорит Девушки мечтают Так поступить Буквально Дайте Дай мне денек Но у меня вот такая ситуация Был пожар в квартире С кем-либо Вот Ну и остается у него На месяц До Нового года И вот наступает Новый год А уже переехали Родственники Светлакова К нему И Урганта страдает И вот как из этой ситуации Там они выходят Посвящена этому новелла А Дмитрий Владимирович Нагиев Играет Спасателя Сотрудника МЧС Который Значит Обрел Новую любовь В лице Елены Яковлевой Но у нее есть сын И вот с сыном Отношения пока не очень складываются И чтобы их устроить Он решает Вместе с ним Пойти срубить елочку На Новый год В зимний лес А заодно Научить студента Первокурсника Всем премудростям Значит Выживание в лесу И вот И с этого все начинается Да С этих уроков Значит И идет угар Вот так Жор Расскажи пожалуйста Мы знаем что Сейчас ты как раз То ли Прямо сейчас Со съемок Да ну не в данный момент А вот совсем недавно А как вот доснимать Зимний фильм Собственно Еще пока Без снега Ну погода может Ты не летняя данная Летом ты не была летней Будем откровенны Ну во первых У нас Эти елки Мы снимали Март-апрель Где было очень холодно И у нас постоянно В кадре шел Настоящий снег Может быть это Вообще первые елки С настоящим снегом В кадре Это наше достижение Не в Москве Да снимали Нет Мы снимали В Подмосковье И в марте Снег шел Просто До того доходило Что вот нам нужно Снять сегодня сцену На улице Ни одной снежинки Мы подходим Темнеет И вдруг начинает Валить крупный Такой снег Я кричу Быстрее Быстрее Камеры включаю Снег пошел И он сыпет Сыпет Засыпает Все Мы заканчиваем снимать Он перестает идти Мы уезжаем И все тает В течение пяти минут То есть случались Просто чудеса Ну а на досъемках Старый добрый синтепон Никто не отменял И прекрасный поролон И значит бумага И так далее Но там много сейчас На самом деле Есть снег машины Которые из воды Такие холодильники портативные Которые выдувают Настоящий снег Который используется Там на биатлоне И так далее Вот Они дорогие Но мы их там Потихонечку юзаем Когда нужно Чтобы снег Но пока еще В перемешку с поролоном И бумагой Ну да Невозможно Огромную поляну Накрыть Этим искусственным Этим снегом Генерируемым Поэтому вот там Где-то на заднем плане Лежит кусочек синтепона А вот кстати Мы слышали Что был такой народный конкурс На лучшее исполнение Колыбельной медведицы Да И победительница Должна была получить Эпизодическую роль В елках новых Да Да У нас Прошел Этот конкурс прошел И уже победительница Она не одна Победительницы стоят в монтаже Это история у нас О мальчике Который Живет с папой У них нет мамы И вот он мечтает Что у него появится мама Которая ему будет петь Колыбельную И по сюжету Он объявляет этот конкурс В своем блоге И женщины Откликаются И начинают эти песни петь И мы объявили конкурс Чтобы реальные женщины Пели нашему герою эти песни Вот И кусочки тех У кого это получил Случай всего Войдет в финальный монтаж И они увидят себя На большом экране Такое креативное решение Ты заметил? А друзья Продолжаем движение У нас в гостях Жора Крыжовников Еще раз Доброе утро Доброе утро Ну и конечно Все люди Наши Не самые серьезные В мире профессии Так или иначе Конечно для них Жора Ну если не кумир То человек Который воплотил На экране все то Все их жизнь Да Все люди Я имею ввиду тех Кто когда-либо Вел какие-то мероприятия И кажется Фильм Горько Это прям вот Ну пожалуйста Самый популярный Вообще из комедии Когда кто-нибудь подойдет Типа я хочу Помоги Научи меня ввести Вот на посмотри Фильм Горько Потом подумай Хочешь Приходи еще раз Там решим Жора Откуда столько Историй вообще И вот откуда Все это совместилось Потому что ты же И писал сценарий Да да Вместе с Лешей Казаком Так я должен сказать Что я делал свадьбы Как режиссер Организатор свадеб В зависимости от бюджета Иногда бывает режиссер А иногда В зависимости от бюджета Иногда и вел Да Иногда Нет Свадьбы не вел Свадьбы не вел Но делал свадьбу Например в Барвихе Лухаревелаж Лухаревелаж Хорошее место Такие И попроще Ну там конечно Прям такого не было Но Я считаю Что вот такая комедия Как Горько Она должна была быть документальной Я вообще в этот проект Пришел с тем Что мы должны сделать Как в жизни И поэтому Мы там Занимались тем Что шерстили интернет И искали Просто то Что на свадьбах Происходило А были какие-то истории Которые еще не вошли Потому что Были слишком жесткие Наверняка Что-то не вошло Я просто сейчас не вспомню Но я знаю точно Что практически У каждого кадра Свадебного безумия Есть референс Из Ютуба То есть вот например Там есть танец С деньгами Да вот Выбегают вдруг В какой-то момент люди И обвешанные деньгами И танцуют Мы нашли это видео В Новосибирске Это происходило Почему они Обвешались деньгами Что это значит Пытались ли связаться С людьми Нет Жор Нет Связаться не пытались Но из видео Что происходит Было непонятно Но мы просто Это взяли и вставили Потому что Ну вот Это документально Это точно Я представляю Как сидит Жора Перед компьютером И вводит Свадьба Жесть Посмотреть Гассирова Пацаны Рубилова Трэш Да вот это все Вводит И что-то появляется Так и было Слушай Жор Я знаю что еще Над одним проектом Довольно крупным Вы работаете Это сериал Звоните Ди Каприо В главной роли Александр Петров Расскажи пожалуйста Что это такое Потому что ты за эфиром Сказал что это Не комедия Да Это не комедия Это Мы это пишем Драма.комедия Или комедия.драма Потому что Это драматические обстоятельства История Произвестного артиста Которого играет Александр Петров А это референс На какого-то Существующего артиста Да На Александра Петрова Что далеко ходить Ну просто Известный артист Попадает В ситуацию Когда у него Обнаруживается Неизлечимое заболевание И Он Ну Вокруг него Как бы много Смешного происходит Это съемки Мы показываем Этот мир изнутри Как бы Изнанку Того Как вообще Мы живем Вот И конечно Там много Безумного Странного Смешного Чудного Но тем не менее Та ситуация В которой Она находится Она очень острая Он пытается С ней разобраться Пытается понять Как ему жить Вот он такой Веселый И необыкновенный Существовал И тут стена Значит И что будет дальше Непонятно И это Эксперимент И со стороны ТНТ Который Выделил Значит Деньги На то Чтобы это Снять И с нашей Стороны Ну Это Я не знаю Мы сняли Пока первые Пять серий Всего их Восемь Ну вот Будем снимать Ну то что Получается Мне нравится А когда Примерно выйдет Весной Наверное Следующего Года Если мы Ну как бы Если все Будет идти По плану Это на ТНТ Соответственно На ТНТ Да Ну то что Получается Это Я вот Пока так Кусочки Своим Друзьям Знакомым Коллегам По индустрии Показываю Мне нравится Что это Именно Смесь Боли и смеха Такая вот Ну назовем Черная комедия Ну да Ну кстати Популярный Вполне жанр Слушай Слышали о необычном Проекте Такое Шоу Быть или не быть Своего рода Чемпионат по сериалам Там молодым режиссерам Сценаристам Предлагается снять Пилотные эпизоды сериалов И ты как раз таки Как мы слышали Входишь в состав Жюри Расскажи Что это за история Началась ли какая-то Подготовка И много ли у нас Вот как раз таки Молодых ребят Которые хотят себя Попробовать на таком поприще Вы знаете Самое главное Что нужно вообще Российскому кино И телевидению Это Приход новых Молодых Амбициозных людей Вот Нам На самом деле Как бы не казалось Что Здесь тесно Толкаются локтями Там вот эти Ходят Знаете Слухи Там распространенные Бытовые такие Представления о том Как в кино На самом деле Не хватает всех Не хватает сценаристов Режиссеров Лучше всего У нас обстоят дела С операторами Потому что в гиг Поставляет хороших операторов А так не хватает всех И вот ТВ3 Значит Организовал Такой конкурс Для людей Из регионов Прежде всего Для тех Кто готов Рискнуть Написать Историю Снять А сейчас Снять можно на телефон Сейчас вот телефон В принципе дает кинокачество У нас часть материала Фильма Самый лучший день Снята на мой телефон У меня вот до сих пор Кадры из фильма Потому что Круто Ну а это действительно так Сейчас Последние айфоны Снимают 4К Это кинокачество Сейчас уже и андроиды снимают И андроиды Дай бог им здоровья Снимают 4К То есть в принципе Человек у которого есть телефон Может снимать кино И Это попытка Спровоцировать Амбициозную Талантливую молодежь На то чтобы прийти И стать Ну Занять свое место Вот в индустрии И сейчас Куча школ Открылась Очень хороших И МШК И индустрия И арка Одновременно набирают людей Потому что Кадровый голод Я вот обращаюсь К тем У кого есть амбиции К молодым И не очень молодым Никаких ограничений По возрасту Нету Главное быть молодым Душой Главное Хотеть снимать кино Или сериалы И если у вас Это желание есть Конкурс Быть или не быть Читайте там условия И участвуйте А еще лучше Приезжайте в Москву Поступайте В индустриальные школы Потому что Конечно Образование Оно дает круг общения И ну как бы Попасть на съемочную площадку Человеку Который хочет Действительно Очень легко На самом деле Гораздо легче Чем принято думать По большинам фильмов Хороших и разных Режиссер Жора Крыжовников Был у нас в гостях Жо Спасибо огромное Спасибо Спасибо